Привет из Хакасии, а Хакасия находится в Сибири. С вами Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся Опытом Взаимно. Сегодня я поделюсь опытом, я думаю, что вы все это знаете. Ну, а вдруг? А вдруг зашел какой-то новичок, который этого не знает. Как же сохранить свои любимые коллекции цветов до следующей весны? В домашних условиях причем. Вот сейчас я вам про это и расскажу. Итак, начиная с июля месяца, мы берем черенки. Берем черенки, потому что в июле месяце они приживаются гораздо лучше. И берем черенок с такого растения, который вы хотите сохранить. Вот. Он у вас растет, растет и делается уже маточником. Заносите потом из теплицы домой или из веранды, когда наступит уже холода и нельзя их там держать. Они у вас уже укоренятся. Ставим на подоконник. Подоконник утепляем подложкой. И от стекла желательно что-то подставить, допустим, поликарбонатную такую пластину. И они у вас там стоят до ноября. Лично у меня так стоит до ноября. В ноябре я уже ставлю все на стеллажи и делаю подсветку. Вы же можете подсветку сделать и на подоконнике. Продаются всякие лампы, которые и на липучках, и на присосках, и на шурупчики можно привернуть. У кого сколько рассады. И тоже дальше уже держите спад с веткой. И начинаете уже омолаживать их где-то с февраля месяца. Ну даже и с января можно. Уже начинают хорошо приживаться. Вы начинаете уже дублировать свои растения. И так они у вас точно приживутся и сохранятся. То есть не приживутся, а сохранятся. Вот у меня уже укоренившиеся здесь череночки такие вегетативные хорошие. Вот фуксий череночек, вербены, вот колиус уже был обрезанный, опять в воде стоит. Уже у меня маточники все выброшенные, потому что они перерастают. Я их все подрезаю, укореняю. И в общем вот так я сохраняю. Это илотиорка бегония, это бегония ампельная. Я вам показывала, кто со мной на канале, какая она красавица. Фуксий. И в общем вот таким образом я и сохраняю. Это вот у меня пиларгония королевская. Это, конечно, зональная зацвела. Это маточник фуксий. Но ведь все вот такие горшки же ведь вы не занесете, правда? Это будет очень много. И они точно у вас все не поместятся. Хочется же как можно больше сохранить. Поэтому мы начинаем черенковать с июля. А уж горшки такие большие. Ну, один-два, если вы занесете, и все. Потом эти черенки, конечно, подрастают. В литровые вот такие горшочки перевалим. И они у нас уже настоящие маточники делаются. Вот так вот я вам рассказала. Ну, я не знаю. Мне кажется, что все это понятно. А если кто хочет посмотреть поподробнее, подписывайтесь на мой канал. Там все у меня показано. Как я черенкую и как я сохраняю. И, в общем, все-все-все. Ну, я думаю, что вот так вот вкратце я вам рассказала. Точно понятно, что все это можно сохранить у себя дома. На подоконнике и на стеллажах. Ну, если что-то непонятно, спрашивайте, отвечу каждому. Оставайтесь со мной на канале. С вами была Наталья. Друзья, вчера снимала для вас ролик, как сохранить коллекции цветов. Причем любимые коллекции цветов в домашних условиях. И сегодня зашла к знакомой, увидела у нее тлю на растениях и сразу решила, что пока не опубликовала свой ролик, я вам еще немножко сниму. Я забыла вам сказать самое главное, самое главное правило. Когда вы заносите свои растения домой, то нужно их обязательно обработать. Вот сейчас я вам покажу на примере вот таких вот у меня растений. У меня, конечно, нет тли. Но вы уже заметили, что я в начале вот этого ролика вам, конечно, вставила две фотографии. Это я их зафотографировала у своей знакомой. И сразу вспомнила, что, боже мой, оказывается, не все люди знают еще, что нужно обязательно их обработать. Вот я, прежде чем занести их в квартиру, я их обработала таким препаратом, как фитоверм. Вот этот фитоверм, он предназначен для борьбы с вредителями и с насекомыми в домашних условиях, в комнатных условиях. Вот. Существует еще вот такой инфектицид. Это фитоловин. Да, нет, это фунгицид, кстати, а это инфектицид. Вот. Фитоловин. Это лекарство для наших растений. И именно тоже в домашних условиях. Вот эти два препарата, они вот так продаются в коробочках. От болезней и от вредителей их можно смешать вместе и получить два в одном. То есть сразу побороться с болезнями и с вредителями. Как правило, это все должно быть, должно быть как профилактика. Профилактика, как профилактика. Вот таких бутылочек, в бутылочках вот такие мерные стаканчики, 2 миллиметра на пол-литр воды, все по листу побрызгать. Но дело в том, что в каждой этой коробочке есть инструкция, которой надо придерживаться строго-строго-строго. Я расскажу, как правильно обработать. Вот эти препараты, они контактные. Ну, в основном, сейчас я буду рассказывать про фитоверм, потому что я видела тлю и как обрабатывала моя знакомая. Я вам сейчас расскажу. Вот этот фитоверм. Вот, представляете, вот эта тля, она садится вот на эти, с этой стороны на листочке. Здесь вот даже ее не видно. Она вот так вот садится, все облеплено бывает. И у меня, слава богу, нет. Слава богу, нет. Нет, ни на каких цветах у меня нет, ни тли, никаких пока заболеваний. Но они могут в любое время появиться. Так вот, этот препарат контактный. И если вы разведете его в пульверизатор и такой мелкодисперсный, надо обязательно брызгать, как я уже сказала, о, Господи, просыпала, со всех сторон. Это не системный, чтобы брызгнули на листочки, и он пошел по сосудикам, по сосудикам, и вся эта тля, вся эта нечисть напилась и отравилась. Так? Это контактный. Попал на них, значит, они умерли, сдохли, уничтожились. Не попал, значит, они там и останутся сидеть. Поэтому, вот я бы лично так сделала. Я бы навела в трехлитровое ведерко фитоверма. И вот так вот, прикрывая свое растение, все-все-все в ведерке пополоскала. Вот тогда уж точно бы они везде попали. Этот препарат попал на каждый листочек. Если же не окунать их в раствор, значит, мы делаем так. Вот берем так рукой, все. Наклоняем растение рукой. И все-все-все-все-все. И все-все-все. Вот здесь у меня простая водичка. Я просто покажу. И все-все-все-все-все. Вот так вот мы будем брызгать. Все-все-все. Он, конечно, не особо вреден для человека, он биологический препарат. Но все же надо одевать перчатки и уже обрабатывать. Для этого он предназначен, что им работают в комнатных условиях и в теплицах. На улице же есть препараты более-таки действенные, химические. Можно, конечно, фитовермом пользоваться на улице. Его там в открытом грунте и разводят посильнее. В такой коробочке в каждой есть инструкция. Строго-строго ее нужно читать и соблюдать все правила, как пользоваться им. Вот так. Теперь хочу сказать. Вот эти две фотокарточки, как бы сказать, фото, которые я поместила впереди вот этого моего второго ролика. Это, я говорю, зашла к знакомой, и у нее вот такая история. И она причем обрабатывает неправильно. У нее такой пульверизатор струей бьет. Я говорю, да что ж ты их только разгоняешь. Надо обязательно мелким, мелкодисперсным. И со всех сторон. Что, брызнула сюда? Отсюда все летит на все растения. Так делать нельзя. Убрали все с подоконника. Набрызгали их в ванной, унесли все в ванную. Там набрызгали подоконник или стеллаж, где стояли ваши растения. Вымойте с мылом. Тщательно все промойте. Потом опять составьте. И так раза 3-4. То есть каждую неделю. Каждую неделю. То есть 3-4 недели выходит подряд. Только тогда вы, ну, тогда вы уничтожите эту тлю или там колещик. В общем, он от многих-многих, между прочим, от многих вредителей написано. Вот. Ну, что же я это еще вам такое хотела сказать важное? Ну, наверное, я и все вам рассказала. Это, конечно, надо, да, вот и что нужно сказать. Профилактику нужно делать раз хотя бы в 10 дней, даже если не видите никаких вредителей. Вот этим фитофермам нужно обрабатывать свои растения. Если вы будете делать профилактику, к вам не заселится такая толпа этой тли или клещей там всяких. Ну, клещей глазом не увидишь. А здесь-то я вот вам показываю на этом фото. Сколько же там этой тли. Кошмар. Кошмар. Поэтому будьте бдительны. Все это проверяйте, смотрите. И обрабатывайте свои растения. Иначе нам удачи не видать. Эти все тля это, ну, все вредители. Они, понимаете, угнетают настолько растение. Все высасывают, с него соки высасывают. Он потом все угнетается, растет хуже, в итоге засохнет. И пропадет. И пропадет. Ну, вот так вот, друзья. Так, друзья, я была в таком шоке. И поэтому решила вам срочно про это рассказать. Я упустила в предыдущем ролике. Вот поэтому до свидания. Уж теперь точно до свидания. Оставайтесь на канале со мной. Субтитры сделал DimaTorzok.